Златоглавый Ипатий Пришелец из прошлых веков И что ему мнится, когда сквозь бойницы Глядит он на город своих земляков Город, город древних славян Город, город добрых землян Город, замечательный город Замечательный город во лжах Облака над водою Плывут чередою И верит в тебя человек Все вынес ты гордый Татарские орды И шляхтичь дерзких жестокий набег Город, город древних славян Город, город добрых землян Город, замечательный город Замечательный город во лжах Шли годы, шли долго Город, город добрых землян И город над Волгой Как сад набирал красоту Его мы растили И ему посвятили И песни свои, и большую мечту Город, город древних славян Город, город добрых землян Город, замечательный город Замечательный город во лжах Когда императрицу Екатерину II спросили, какой она видит Кострому Она раскрыла веер и обронила его на карту Правда это или нет, никому неизвестно Но по чистой случайности форму этой площади действительно напоминает этот женский аксессуар Архитекторы таким образом спроектировали улицы, что они лучами расходятся от площади Которая раньше называлась Екатеринославской А затем ее переименовали в честь Костромского крестьянина Ивана Сусанина Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который завел их в болото Его жестоко пытали, но он так и не выдал тайное убежище, за что и был погублен В центре площади благодарные земляки поставили ему памятник Известная песня группы Ивана Купалос становится любимой у туристов, которые посетили этот старинный город И которые первым делом едут в Ипатьевский монастырь Один из древнейших на Руси Основал его в конце XIII века Мурзачет, сбежавший из Золотой Орды к Ивану Калите Он принял христианство и в момент крещения ему дали имя Захария Захария Чет и стал ордоначальником династии Годуновых В стенах обители похоронено несколько десятков представителей этого рода Обязательное фото у пожарной Каланчи в 1825 году Ее возвели по приказу губернатора Баумгартена «Такой даже у меня в Петербурге нет» Воскликнул император Николай I, когда увидел сооружение Можно купить билеты и идти внутрь здания, там работает музей пожарного дела Но прежде всего загадывают желания и гладят нос псу-бобке Сотруднику команды огнеборца в XIX веке Рядом с отлитой бронзи собачкой есть копилка Все собранные деньги отдают на приют для бездомных животных В XVII веке Кострома пережила экономический расцвет Здесь же на площади купцы построили торговые ряды Сейчас это одно из главных украшений города Обратите внимание на их особенность – скругленные углы Это было сделано для того, чтобы коляски и кареты, проезжая мимо, не задевали колонны А теперь пора доставать семечки К нам тут же слетятся голуби, совсем ручные, едят прямо из рук Чему особенно радуются ребятишки Костроме, вернее, чуть поодаль от нее в деревне Сумарокова Можно с рук покормить не маленькую птаху, а огромных животных – лосей Едем на лосиную ферму Дорога туда не асфальт, но вполне пригодная для передвижения Ход всего 150 рублей, но в стоимость входят и пакет морковки, и экскурсии, и, конечно, фотосессии Кстати, обувь здесь желательно без каблуков и попроще Морковка для лося, как шкала для человека – самое любимое лакомство По этой же причине много ее давать животным нельзя Кормить совсем не опасно, не укусит А губа у него волосатая и очень мягкая Вот и набережная Необычная она тем, что двойная Есть высокий берег, с которым можно опуститься на узенький балкончик И нижний берег с широкой дорогой для прогулок У многочисленных туристов, которые прибывают к Кострому со стороны Волги На этой набережной неизменно возникает один вопрос Простите, вы не подскажете, где находится беседка Островского? Беседка Островского находится практически 100 метров отсюда, только она на реставрации Ничего, спасибо большое Беседка стоит у речного вокзала, построили ее в 1956 году Но как же, Александр Островский жил столетием раньше и отдыхать в ней не мог? Ответ прост Известный драматург любил любоваться Волга на месте, где ее позже возвели Может, именно здесь у него родилась идея написать свою знаменитую пьесу «Беспреданница» Зная историю, режиссер Эльдар Рязанов большую часть фильма «Жестокий романс» снимал в Костроме Есть повод его пересмотреть и узнать знакомые места В беседке, например, снята сцена, где Карандышев сообщает Ларисе Дмитриевне об отъезде Паратова Мастеров-берестянщиков в России не так уж и много Нам посчастливилось встретить одного из них – Любой Борисовну Лебедеву 30 лет своей жизни народный мастер посвятила бересте Что такое береста? Какую роль она играла в быту русских людей? Зачем сохранять это ремесло для детей наших? Послушайте, посмотрите и вдохновитесь Вот кора береза, береста Береза, правильно сказать, береза, береза Но мы уже привыкли сейчас говорить береста И, в принципе, оба эти слова в беходе будут правильными Здесь она уже готова к работе, расслоенная, видите, такая А березку мы видим беленькую, с такими черновинками Вот она так выглядит И вот из этой самой бересты наши предки делали самые удивительные вещи Некоторые из них я вам сейчас покажу и расскажу о них Ну, конечно же, в доме же все было деревянное Все шло в ход, ничего не пропадало Ну, из бересты, сам Бог велел называться Конечно, в первую очередь это обувь берестяная, лапти Берестяные лапти называются особо У нас в Костровской губернии называются они поршни От слова порхать Видно, настолько легка была в них походка порхающая Вот так вот наши предки не лишены были романтики Ну, ступни еще их называли, босики, босовики Понятное дело, что босую ногу можно было в них сунуть И выйти во двор, куриц покормить там, скотине задать корму Ну, что же дальше еще? В лес собрались Пестерь Вот такой вот рюкзак заплечный Прообраз нашего станкового рюкзака сейчас, да? Вот с таким пестерьком до сих пор в наших северных районах по грибы да по ягоды ходят Очень удобно, обе руки свободны Весь груз за плечами И ничего не помнется Ну, в лес-то собралось Значит, надо с собой еды прихватить Краюшку хлеба, солонку Ну, конечно, да большая солонка, наверное, на всю семью такую, да не на один раз Солонка называется печка Вот соли насыплешь Вот так вот Здесь вот она будет находиться И поэтому крышечкой закроешь Поэтому даже если крышечка выпадет, соль не просыплется Берегли соль-то А в лес, если мама собралась Да с маленькой доченькой по ягодке Ну, мама, конечно, что возьмет Корзинку, да? А маленькой доченьке На берушечку вот такую Маленькую корзиночку из бресты сплетенной Всего-то она тут, наверное, на два стакана ягод Набрала доченька такую Высыпала маме в лукошко И снова готова ягоды собирать Мастерская стала одновременно Маленьким музеем крестьянского быта Мастер и ее помощники Все собирали сами По крупицам Искренне с любовью Доносят они историю земли родной До всех желающих прикоснуться к тому Что чисто и светло Что и сегодня Может научить аккуратности Бережливости И душевному теплу Смотрите, здесь Видите швам? Вот этот сколк И снять чулком с березы Вот он Смотрите Вот видите? Цилиндрик берестяной Дерево спиливается Размечается Вот И есть такой инструмент Называется сочалка Вот проволочка Расклепанная с одной стороны И там как утиный клювик Так сделан Вот этой сочалкой Вот подрезали здесь И подсовываются И вот со всех сторон Вот так вот сочалкой Отделяется береста От ствола И затем Опиливается И снимается Вот таким цилиндриком Цилиндрики один в один Вставляются И так она хранится До того времени Когда мастеру потребуется Затем Здесь тоже двусторонние Я сказала Все Бесные изделия Двусторонние Здесь желтые И здесь желтые Правильно, да? Это рубашка называется Она из другого куска бересты делается Пластовые бересты Вот По размеру Вырезается пласт За еще с находом Вот так вот Делается Либо вот такой вот замок Вот замочек такой Либо Вот такая вот прошивочка Ага Вот прошивочка Вот смотрите Рубашка плотно-плотно Надевается на цилиндрик На этот На сколоте Края в кипятке Запариваются И выворачиваются Сюда Вот Вот видите Вывернула А сюда я еще вставила Корень сосновый В лесу набрала тоже Кабаны у нас так поработали Стойкой корней Знаете, они длинные Там метров по пять Можно набрать Вот его тоже распарила И сюда вставила Сосновый корень И вот когда береста распаренная Потом еще дополнительно В кипяточек опустила Донышко туда вставляется Да так плотно Береста сохнется Донышко обожмет И ни капельки Отсюда не прольется А крышечка подгоняется Тоже видите Как плотно Даже вот так вот Можно нести Вот такой вот Ой Люблю куниса Настолько Настолько в них Вот тепла много Души много Разве не прелесть? Любовь Борисовна Мастер не только рукоделия Уникального Но и слова русского Она поведала нам много Разных историй Применения бересты И показала Как за несколько минут Смастерить пастуший рожок Сегодня забаву детскую А раньше Вещь очень нужную К крестьянскому быту Раннее утро Деревня Идет пастух по деревне Кто раньше всех В деревне просыпался Пастух, конечно В руках у него Вот такой вот рожок Пастуший рожок Немудреная вещь Кусочек бересты Свернутый Идет И играет на этом рожке Мелодию выводит Для того, чтобы Хозяева слышали Да и скотина тоже Коровы Козы Овцы Ну всех, кого Стадо сгоняют Привыкли к этому звуку Слушались этого звука Давайте попробуем Звук-то какой хороший Вот сейчас с вами Такой и сделан Требуется полоска бересты Вот такая вот полосочка Я уже ее вырезала Один край Обрезала ножницами Ну конечно У меня уже новомодная Понятное дело Инструменты Вот такие ножницы кромочные Зигзаг называется Ну портнихи знают Про такие ножницы Для того, чтобы Чуть-чуть красивый рожок был И просто Скручиваю этот рожок Вот так, чтобы Эта Красота Вся наверху осталась Вот Закручиваю 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 Смотрите-ка И правда рожок Почему рожок-то Ну как Представили, да? Рога-то у коровы, правда? Вот Рожок скрутили Ну пока С крепкой Закрепим здесь Ну сам рожок Тулова рожка Такой вот Вот это вот Ну наверное Сами поймете На что похоже На корону, правда? Конечно же Венчает рожок, во-первых И форма такая Как короны Веревочка Чтобы нам Не потерять рожочек наш И самый главный элемент Гуделка Ее мы делаем всегда В последнюю очередь Бывают у меня мастер-классы 50 человек как-то Так представляете Если один начнет гудеть Второй начнет гудеть Все Я уже ни слова не могу сказать Поэтому Мы делаем все вместе И только в последнюю очередь Вот кусочек бересты взяла Береста Это у меня уже Прошлогодняя Вот сейчас уже начинается Заготовка бересты Бересту заготавливать надо В местах Где Ее Рубят Можно договориться Можно Уже со спиленных берез Еще лучше Только надо Со свежеспиленных Чем лучше Тем, что можно больше Бересты снять А так Самовольно снимать Бересту С березой Нельзя Это природница К порубке Наказываться штрафом Это я так Для общего сведения Если кто-то захочет Друг Поработать с берестой Вот склеила И теперь померяем Корону Наверх Вот И рожочек будет Подлиннее Покрасивее И Вот так вот Померяли Сейчас опять же Клеим Смажем Можно делать рожок И без короны Это совершенно не влияет На качество звука Вот еще одна у нас вещь Должна быть Веревочка Вот такая у меня Ольняная веревочка Отмеряем ее Как меряем Вот так вот Чтобы на груди И все Чтобы не мешал На завязочку хватало Вот Отрежем Все Веревочку Приготовили Так Ну вот у нас Наверное Уже подсохло Немножко И склеим Бересту Вот Так Опять же Еще один инструмент Такой вот Дырокол Отверстие проделаем Вообще Надо сказать Что работа с берестой Не женское занятие Женское Это ниточки Тряпочки Это все Что связано С ольном Допустим А это Вот Это мужское дело Вот сейчас Мы сюда веревочку Проденем Мальчиков В шести лет Начинали обучать Ремеслу Так же Как девочкам В шести лет Папа первую Прялочку делал Садилась Она уже Осваивать Женские ремесла Женскую работу Ну а мальчики Вот С катачигом Это инструмент Такой Лапти подплетать Катачиг Ну вот Тем временем Вот у нас Получился такой Вот уже рожок Только Не гудит Хитрость особая Гуделка нужна Так Вот сейчас Мы Промнем Немножечко Рожочек Вот гуделочка Бересток Сложила Пополам Обращаю ваше внимание Видите Чурточки на бересте Такие Да Это окошки Чечевички Через них березка дышит Как у нас на коже поры И вот самое интересное Когда погода влажная Они раскрываются Пропускают как можно больше влаги к стволу А когда сухай Они плотно-плотно сжимаются Чтобы не дай бог дерево не засухло Ну вот смотрите Почему я на эти чечевички обратила внимание Смотрите Вот поперек Вот этот кусочек бересты Сложила так Чтобы они были поперек Ну вот Вот теперь представьте себе Нам нужно Вот эту вот Гуделку Сюда Сунуть Ну Понятное дело Что она у меня побольше Потихонечку Начинаем срезать Потихонечку Вот так Для того чтобы Вот нам на сантиметр Где-то надо ее туда углубить И чтобы она держалась крепко Ну и в конец мы Вырезаем в форме лепестка Цветочка Вот такого Вот так Ну-ка сейчас посмотрим Будет ли у нас гудеть Вот и вся премудрость Дело-то как говорится Нехитрое Погруженные в торговлю купцы Были еще и хранителями Древнейших устоев русской жизни Они не жалели денег На строительство храмов Но в реальной жизни Соединить торговлю и храм Было очень трудно А подчас Практически невозможно Иное искусство Особенно столь демократичное Как театр Здесь можно было И душу облегчить И печали сердечные утолить И себя показать И на других посмотреть А в маленьком провинциальном городе Особенно Вот и стала Кострома-Купеческая Театральным городом Предки Александра Николаевича Островского Были духовного сословия Тема человеческих традиций Обычаев Нравственности Времени И образ Бога в этом времени Пожалуй, не была ему чуждой Помните, о чем говорила Феклуша В доме Кабановых Последние времена Матушка Марфа Игнатьевна По всем приметам последние Еще в вашем городе Рая, тишина По другим так просто садом Шум, беготня, езда непрестанная Народа Так и снует Так и снует Один суток Другой суток Реформатор Мартин Лютер Уже в 16 веке В Германии Верил, что времена наступили Последние И ему было не до развлечений Он однажды даже запустил Чернильницы Своего искусителя Русские гиганты мыслей Толстой и Достоевский По своему назначению Использовали и слово И перо с чернильницей Призывая народ к покаянию И встрече с Господом Ведь согласно Библии Время последнее Это время ожидания О котором в Евангелии говорится Что Сын Человеческий придя Найдет ли веру на земле У тех, кто жил на землях русских Всегда было живо двуеверие С одной стороны Домовые, лешие, русалки, снегурочки Бериндеева царства С другой Бог и небесное царство Такое христианство С элементами язычества Там, где язычество Там веселье, хороводы, гуляния Страсть и свобода А Бога представляли Все больше судьей У Него все под контролем Все видит Эдакий жесткий домострой Но если внимательно перечитаете Грозу Островского То вы увидите, что самые восторженные слова Катерины Адресованы именно Богу Он в церкви на богослужение Потому пролетает здесь время незаметно И не хочется уходить И сны он ей дарит светлые В которых небеса обетованные Именно образ и подобие Бога Хочется ей полюбить мужчине Их она ищет А на самом деле Никто из героев Островского Бога по-настоящему не ищет Потому что он у каждого есть Но свой В 1847 году Островский пишет семейную картину И там купец Шриалов Тут еще плод Зато в праздники церковь приходит Да раньше других придет И посты держит А в Великий пост И чай сахара не пьет А все больше с медом Или с изюмом А что других обманывают Ну что за беда Бог Шриаловых Свойский Бог Пожурит Благословит С ним можно договориться Два года спустя В 1849 году На суд общественности Была представлена пьеса Свои люди сочтемся Совесть за деньги продается Точно так, как некогда Иуда Христа продал за деньги Потом появляются пьесы Пословицы Не в свои сани не садись Бедность не порог Не судите, да не судимы будете Не надо судить пьяницу или вора Как знать Завтра сам можешь стать Пьяницей или вором Ты же не знаешь Что на роду написано Впрочем, можно и в карты раскинуть В будущее заглянуть Такая вот она Вера народная Придуманная Прилаженная Подстроенная Нет суда за дела И нет наказания за грехи А есть колесо фортуны Вверх и вниз идущее Пошло вверх Не зевай Пошло вниз Не ропщи А в 1859 году Читателям представлена гроза И кажется, подведен итог Бог Кулигина Бог просвещения Ему отрадно стремление человека к знанию Он ценит доверие Нельзя обманывать тех, кто доверился Бог Катерины Есть любовь Он сам любит И ожидает ответной любви И он очень хорошо понимает Что такое Неразделенная любовь Приезжаешь в такие города Как Кострома И начинаешь ценить время И минут размышлений над тем Кто ты есть К чему ты призван А еще Учишься жить Так, чтобы мира в душе не потерять Доверие людей не обмануть А на любовь Обязательно ответить Любовью Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok